МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новин в Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пляцовка для сябровства и бизнеса. У Витебску протягивается 11-й Международный экономичный форум «Инновации, инвестиции, перспективы». У его программе – науково-техничные экспозиции, конференции, деловые сустречы. У рамках форума на Витебском заводе водоочистного обсталявания открыли новые пляцовки, вытворчий корпус и складский комплекс агульной площади около 3000 квадратных метров. В ауражистой церемонии приняли удел процедуники замежных делегаций и керауництва города и в области. Увод о эксплуатации новых объектов дозволить створить на предприемстве десяток рабочих мест, повеличить объемы вытворчасти, а так само поширить географию экспорту. «И оборудование мы поставляем не только в Россию и в Беларусь. Сегодня работаем над тем, чтобы выйти на, как говорит президент, на дальнюю дугу. Поэтому и вдулся активные переговоры с арабским миром, со Средней Азией. Я думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществляться и туда». «Для нас это очень интересно в нашем направлении, потому что, как известно, в республике Узбекистан имеется вода, но она засоленная, поэтому самая по себе водоподготовка – это очень актуально для нас. Вместе с тем, как я слышал, здесь имеется технология по очистке канализационных вод. Мы тоже заинтересованы в рассмотрении данного проекта». «Это реально время возможностей. Мы начали смотреть на свои предприятия, начали понимать, что мы можем произвести, а что все-таки надо заводить. И в этих условиях мы начали разработать алгоритмы не просто выживания, а дальнейшего развития и дальнейшего пути к успеху. А форум – это, наверное, один из неотъемлемых таких элементов функционирования этой системы. Потому что именно на форуме люди обмениваются опытом, начинают общаться. И из этого элементарного общения вырастают какие-то грандиозные, неповестные слова, проекты». После урочистой церемонии керавництва города и в области, а так само потенциейные замежные партнеры, ознайомились с особливостями вытворчого процессу. Даречи предприемство займается не только выработом водоочесного обсталявания, а и створением уласных конкурентных технологий, сдольных стать ориентиром для сусветных вытворцев. Подписание пагадненья, деловые перемоги, демонстрация потенциалу пауночного региону. 11-й Международный экономичный форум «Инновации инвестиции перспективы» подвел выники. Он проходил на протягу двух дней и стал пляцовкой для встречи предпринимателей, инвесторов и экспертов. Яны обменялись опытом, обмерковали новые проекты и перспективы супрацовництва. Як пройшло финальное мероприемство Международного экономичного форума – у наступном сюжете. Международный экономичный форум стал саправдным эпицентром новаторских идей. Десятки предприемств и организаций представили свои достигнения, распроцовки, проекты и пропановы. От экономики и вытворчасти до адукации и туризма. Международный форум – это еще и махчимость вызначить перспективные кропки росту, развития и партнерства. До того же потенциальные инвесторы подчас новоково-техничных экспозиций смогли ближе познаемиться с сучасными распроцовками альчинных вытворцев. К Республике Беларусь достаточно большой интерес со стороны стран, которые заинтересованы в таком истинном сотрудничестве. Поэтому взаимодействие с такими крупными державами, как Китай, я думаю, что и с горами, и взаимодействие с Ираном, с Индией, с другими государствами. Поэтому это всегда крайне необходимо. Вначале идет диалог, малые контракты, мы ближе узнаем друг друга в партнерских отношениях. И, естественно, это дает возможность развитию экономики. На селетнем бизнес-форуме география замежных гостей, як неколе багатая Россия, Китай, Инды и объединенные Арабские Эмираты. До речи, что год колькость делегаций повеличивается. Одним из вынеков 11-го международного экономичного форума стало подписание широкого погоднений о обсупрацовництве. Уже сегодня видно, что у нас есть определенные моменты по сотрудничеству в части нашей пищевой продукции, в части нашей льняной продукции. Люди общались, обменивались контактами. И вот сегодня, уже просто после посещения наших российских регионов, телефон постоянно звонит, постоянно интересуется какими-то предприятиями, какой-то информацией. Конечно, это очень отрадно, очень приятно для нас, очень радостно. Выники форума подвели на импровизованный концертный плясо у целетнего амфитеатра. Тут узнагородили лепших керауников и специалистов. Передовые предприемства в области стали лауреатами премии Витебского областного выканавшего комитета за досягнение уголения якости. Особливо хвалюючей церемония стала для навученцев колледжа. Переможцы регионального этапа республиканского конкурса профессийного мастерства по разных компетенциях отрымали узнагороды. В такой обстановке мы наградили сегодня не будущих профессионалов. Они уже доказали свой профессионализм, эти ребята. Они действительно очень талантливые, очень увлечены своим занятием. И, конечно, из таких ребят получатся замечательные профессионалы своего дела, которые будут прославлять и область, и нашу страну в целом. Святочный и теплый весновый настрой удельникам и гостям форуму створили творчие коллективы города. Международный экономичный форум завершился, однако бизнес-проекты, которые станут его выниками, еще предстоит в особицу жить. Сергей Скол, Виктор Паулов, Новины, Витебск. Пошук заблукавших у леса на квадроциклах и усюдыходах. Прозводные пирожкоды у велизарных лесных массивах. Республиканский семинар пошуковых службов МНС ладился в Сенинском районе. Он пройшел на базе былого детячего оздоровленчего лагера «Витязь». Тут собрались около сотни ратауников из всей краины. Супрацовники пошуковых и кинологичных службов аварийно-ротовальных отрадов. У работе семинара принял удел министр по надзвичайных ситуациях Вадим Сеняуский. Подробя с ней в наступном сюжете. Держись, Толя, аккуратненько. Земля! Земля! Переправа потерпелого прозраку при допомозе инправизованного троса. Это один из этапов республиканского семинара пошуковых службов МНС. Ратауники вытягивают человека с воды, затем их задача зладженная худка доставить его на инши берах. Керуя процессом Вячеслав Лицкевич, супрацовник Брестках областного управления МНС. Под его командованием подрыхтовка заняла не больше за пять хвилин, а самого ратования потерпелого и того меньше. У таким этапе ратауник удельничает у першыню, але не разгубился и командно уклалася у отведенный термин. Практически все ситуации на этих учениях смоделированы из ситуации жизни, поэтому сталкиваться приходится с какими-то чаще, с задачами, с некоторыми реже. Я не скажу, что убеден, но с учетом местности, различных условий местности, различных погодных условий, поэтому каждый этап индивидуален. При проходжении этапа у ратауники сутыкаются с природными перешкодами. Подчас пошуку заблукавших у леса машина захрасла на бездорожье. С подручных материалов команда зарабила тросы, перед допомозь квадроциклов автомобиль вытягнули. Подчас выпробования у склад команд миксуют, как удельники смогли поделиться опытом и ведоми. Это позволит больше эффективно применять отриманные умения на практице. Этапы проходят у нас для всех, каждый участник каждой области, каждый будет попробовать этот этап. То есть не будет такого, что один кто-то там, все пройдущие эти этапы. Здесь можно получить опыт, как и опыт, как и общение между областями, поделиться какими-то дополнительными образованиями тем же. Витебскую область на семинары пошуковых службах представляют паусотни ратауников. На каждом этапе выкладываются по максимуму. Начальник областного управления МНС Сергей Мялешки надзначил высокий узровень подрихтовки команды повношного региону. Своя земля помогает. Мы находимся на своей территории. У нас очень сильная команда. Даже те результаты работы, которые ежегодно осуществляются по поиску людей в 2022 году из 80 сообщений о потеряшках, так сказать, мы нашли 111 человек и трое детей. Уже в этом году три случая было обращение. Из них два взрослых, один ребенок. Данная работа, она постоянно проводится. Здесь необходимо совершенствовать свои навыки. Мы сегодня обладаем всей возможной техникой. Министр по надзвышайных ситуациях Республики Беларусь Вадим Синявский особисто сел за руль квадроцикла и принял удел у семинары. Поглядел на подрихтовку и реализацию кожных из этапов. Основная цель провести обучение и поделиться новыми формами и методами работы в ходе проведения поисковых мероприятий с личным составом, который приезжает со всей страны. У нас так получилось, что 18 подразделений – это нештатные поисково-спасательные службы со всей республики, которые простые пожарные спасатели, которые приезжают к нам сюда и обучаются этому ремеслу. Три дни и 18 этапов. Боль застора та уников из всей страны. Пау сотни одзинных специальной техники. Выратывание заблукавших на суше, у воде и навыц с поветра. Даречи, Республиканский семинар пошуковых службов МНС проходит третий раз. Каб продухилить реальную трагедию и быть зауседы на пагатове. Илья Лопатинский, Сергей Котов, Новины, Сенинский район. Финал Республиканского фестиваля у Мастацкой творчести в Учневской и Студентской молоди «Арт-вакации-2023» проходит у Новополоцку. У молодзевую столицу Беларуси з'ехалися представники усих областей и города Минска, переможцы региональных этапов. Усяго каля 350 талиновитых молодых людей. Финалисты «Арт-вакации» пачали форум с патриотичной акцией. На мемориальным комплексе «Звязда» ушановали память загинувших у гады войны. Гэта важная частка республиканского финала «Арт-вакации». Проводя любые знаковые мероприятия, это уже стало делом чести для каждого из нас совершать ритуал церемонии возложения цветов и отдавать дань памяти и уважения нашим предкам, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, те, кто сложил свои головы на полях сражений. И поэтому в очередной раз говорить молодежи, напоминать ей о том бессмертном подвиге, которого добились наши граждане, граждане Советского Союза, это, наверное, должно стать нашей привычкой, делом чести и генетической памяти для каждого из нас. Подчас церемонии узнагородживания переможца у молодежи фестиваля у Мастацкой творчести отзначили самых талиновитых процтауников среднеспециальных навучальных установ Украины. Селитопраз региональные отборы пройшли не меньше за 10 тысяч молодых людей. Узровень конкурсантов неизменно расте. Творчая починань не подтримливают у колледжах и лицеях. Готовились долго, на протяжении года. Будем удивлять патриотическим номером за Беларусь, за сильную, за процветающую. Мы готовились еще с прошлого года, с начала прошлого года. Мы верили, что мы попадем именно сюда. Мы верили, надеялись. И так и получилось. Мы здесь, и мы сейчас надеемся, что займем только высшие места. Фестиваль Мастацкой творчести в Учневской и студентской молоде «Арт-вакации-2023» проходит у Беларуси с 20-ти годов. Селитой он присвеченный Году Миру и Створения. Форум накерованный у тым лику на поддержку молодевых инициатив и выхование патриотизму. «Арт-линия». У выставочной зале Мастацко-графичного факультета Витебского державного университета имя Машерова открылась выстава работ выпускников и студентов Беларусской Державной Академии Мастацтва. Это другая частка Мастацкого проекта «Графика». Первая экспозиция демонструется у Витебским центры сучасного Мастацтва. Представленные работы выполнены у апошния 20-ти годзи. Выстава дает махчимость познайомиться с разностайностью графичных техник прозработы сучасных беларуских аутаров разных поколений. А кроме дипломных работ выпускников розных годов, в экспозиции адлюстрованы творче по шуке студентов. Представлены техники сложные, такие как афорт. И его разновидности – это и литография, которая используется и вне работы только в Минске. Это и колография, и более сложные авторские поиски. И, конечно же, линогравюра. Тут, конечно, представлено больше молодых авторов, которые, конечно, также активно участвуют в республиканских и международных выставках. И поэтому они также являются представителями Национальной беларусской школы графики. Наше супрацовнество с Академией давнее и плённое. Мы супрацовничаем и першую чергу, конечно, подрыхтовцы науковых кадров и подрыхтовцы магистрантов, и не выпадкового. Это проект, это частка проекта, який реализуется магистрантом нашей специальности арт-менеджмент. И вот эта экспозиционная деятельность, она так само вельми важная, покольки она показывает мягчимость этой техники графики для наших молодых творцев. И подругое, что она широко представляет разностаивное узровне композиционного мыслення. Им к ней не спастігнуть сутность життёвых з'яв по философску асенсовать и обогульнить факты реальности, цікавость до графічного материалу и до технічных приёмов, умение активно выкрыстовывать сродки пластичного раскрыться в образа, характеризуют творчость молодых мастаков. Белорусская школа графики – одна з мацнейших у Европе. Кафедра графики была заснованная на Мастацким факультете Белорусского театрально-мастацкого института в 1953-м. Сегодня это своя особливая лаборатория у галине графичного мастацтва. Творчая майстерня по распроцовцу новых идей, техник и технологий. Жихар одного з райцентра у Витебской области затриманы за хвалтовные деяния у относенных неполнолетних. До правоохоуников звернулася директор одной из школ полночного региону. Педагогам стало вядомо про факты насилля у дочиненні двух вучанец 11-15-годового взросту. Молодшая из девчат рассказала школьному психологу про домогание одного из близких свояков. Примечательно, что педагоги обратили более пристальное внимание на поведение детей после визита в учреждение образования сотрудника криминальной милиции местного РОВД. Оперативник провел там профилактическую беседу в рамках комплекса дополнительных мер по противодействию совершению преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, обороту детской порнографии. Руководитель рассказала, что к школьному психологу обратилась 11-летняя девочка, которая сообщила, что ее домогался близкий родственник. Спустя некоторое время также поступила информация о действиях сексуального характера со стороны мужчины и в отношении старшей 15-летней сестры девочки. Сотрудниками сферы нравов было установлено, что 37-летний житель райцентра неоднократно совершал действия сексуального характера и вступал в половую связь со школьницами. 37-годовы мужчины затрыманы. Протягиваются оперативно следчая деяния. Нагадаем, по инициативе Министерства внутренних справ протягивается комплекс мероприемствов по супродзейне злочинствам с упродь половой недотекальности неполнолетних. У их заденечены правооховники, педагоги, медики, процставники громадских организаций. Первый старт сезона в Витебском центральном спортивном комплексе провели легкие атлеты. Больше 200 спортсменов с городов и райцентров в области собрало у областных центров спортыкиядовых авансов спортивных детячо-юнацких школ по легкой атлеты. Удельники аспречивают лидерство в 36 видах программы, окромя марафонского бега. Задача специалистов – проглядеть ближайший резерв головной команды в области и вылучить перспективных спортсменов. Моцнейшие атлеты сформируют сборную полночного региону для удела у республиканских споборництвах. В этих соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2006-2007 года рождения. То есть это тот возраст, который непосредственно будет у нас участвовать в розыгрыше медалей на таких важных для этого возраста соревнований, как Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь, которые в этом году у нас состоятся в городе Бресте. В том году команда сборной Витебской области выступила успешно, попала в тройку призеров, что является такой существенным лакмусом, показателем именно в развитии резерва. Подготовка начиналась, мы набирали объем, ездили на сборы, бегали длинные дистанции, потом, естественно, уже ближе к сезону начали набирать скорость, и вот набрали скорость, готовимся к республике, сейчас область выступим, поеду на сборы в Гомель. На области постараюсь выбежать с 58, а на республике уже, понятно, выше. Наступным легкоатлетычным стартом для 16-17 годовых спортсменов станет республиканская спартакияда Дю США. После этого мощнейшие атлеты разыграют медали олимпийских джен молоди нашей краины. Першими доведаться про важные и цикавые подеи с життя региона. Убачить, где сегодня працуют наши корреспонденты. Поглядеть новины ясче до выхода у эфир. Усё гэта реально. Телеграм-канал Беларусь 4 Витебск. Подписывайтесь, а кап не пропустить самое цикавое. На гэтым выпуск новин завершен. Я с вами развитвуюся. Убачимся у эфиры. Синоптики поведомляют, у ближайшие сутки па в области пираменная в облачность, без опадку. Ветер полночный у сходни, ночу слабы днем 4-9 метров за секунду. Температура по ветру ночу плюс 4-9, днем плюс 17, плюс 22. У Витебску будет пираменная в облачность, без опадку. Ветер полночный у сходни, ночу слабы днем 4-9 метров за секунду. Температура по ветру ночу плюс 5, плюс 7, днем плюс 19, плюс 21. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»